Сегодня у нас в гостях заместитель главы города Ахтубинска по стратегическому развитию инвестиционной политики Дмитрий Анатольевич Мищук. Здравствуйте. Добрый день. На каком этапе сегодня находится реализация проекта «Народный бюджет»? В настоящее время у нас ведутся работы по обустройству тротуаров по улице Андреева. Вообще у нас запланирована еще улица Жуковского, переулок Ульяновых и переулок Чеплыгина. На этом я немножко остановлюсь. Почему? Потому что поступает обращение от жителей, почему так долго производится работа. Объясню тем, что те подрядчики, с которыми мы заключили первоначально контракт, к сожалению, свои обязательства не выполнили. Мы были вынуждены объявить повторную закупку по данному виду работ. Естественно, на это требуется время определенное. Провели необходимое мероприятие и заключили муниципальный контракт с другим подрядчиком, который сейчас и приступил к работе. Обустройство декоративного пруда? Да, обустройство декоративного пруда тоже у нас в рамках мероприятий программы «Народный бюджет». Подрядчик, как вы тоже видели, приступил к работе и уже, я думаю, в ближайшее время завершит все мероприятия. И мы увидим конечный результат, я думаю, он всех порадует. Какое он будет? Несколько слов. Пишите, хотим бы. Да, смотрите, там еще запланировано устройство композиции шаров. Это те шары, которые у нас на зоне крыла и кара, на новой зоне. Кроме этого, по периметру самого нашего пруда будет ограждение очень красивое и мостик тоже преобразится, тоже будет ограждение. Также мы знаем, что в планах проводить озеленение. Какая система полива там предусмотрена? Да, действительно, на этой территории по обе стороны будет установлена автоматическая система полива, будет уложен газон и будут высажены деревья. Кроме того, мы знаем, что граждане, они интересуются, что происходит сейчас с каруселью. Мы знаем, ее перемещают на другое место, куда? Да, действительно, буквально сегодня приступили к ее демонтажу. Переносим мы ее в парк, там, где стоит деревянный тир. Там подготовлено основание под карусель, подведена электроэнергия. Также напомню, что этот участок у нас, там, где будет уже на новом месте карусель, он в архитектурных решениях по проекту благоустройства нашего парка в рамках Всероссийского конкурса «Мало городов». Я также хотел бы сказать, что мы успешно заявку подали в Минстрою Российской Федерации в начале июня, заявку приняли. Кроме этого, прошел первый этап технической экспертизы и приступили к следующему этапу, уже непосредственно рассмотрение самого проекта. Но мы также с нетерпением ждем окончания этого конкурса и результат узнаем уже в сентябре месяце. Какие еще работы по благоустройству планируется проводить в ближайшее время? Ну да, действительно, наверное, жители обратили внимание, что у нас в этом году начались работы в двух парках. Это парк Комсомольский по улице Финогенова. Там сейчас ведутся работы по обустройству велодорожки и парковок. И работы на парке бойцам преднепоезда – это улица Астраханская, район мясокомбината. Также были заключены два муниципальных контракта, но, к сожалению, подрядчик свои обязательства не исполнил, поэтому пошли по пути проведения повторных закупок. Это тоже требует определенного времени. На этих парках мы планируем обустроить пешеходные дорожки, поставить уличное освещение. Также будет у нас система полива и работы по озеленению парков. Естественно, очень много было вопросов, почему были выкопчены деревья. Мы, естественно, взамен этих зеленых насаждений у нас будут новые, достаточно интересные деревья. И, кроме этого, еще заполнены работы по реставрации памятников. Потому что в каждом из парков есть памятники, мы их также приведем в порядок. И на этих территориях установим детские площадки, скамейки, урны. Вот я думаю, что к осени у нас уже будет с вами достаточно полная картина того, что тех мероприятий, которые мы сейчас начали проводить. Также проблема вандализма, она сейчас стала наиболее острая опять. На этих еще даже не благоустроенных до конца объектов. Что происходит? Да, ситуация действительно печальная. И я уже обращался к жителям неоднократно. Что происходит? Вот парк Чкалова в районе налоговой инспекции. Буквально в мае мы провели там достаточно интересное мероприятие. Если обратили внимание, у нас там была размещена выставка работ, детских работ. Они были оформлены внутри пилонов, которые там установлены. Но перед этим мы увидели, что стекла на этих пилонах были разбиты. Но это все очень негативно же сказывается на конечном облике наших парков. Нам пришлось заменить эти стекла. Но и вечером, если жители гуляют, то, наверное, обратили внимание, что вечером это особенно эффектно смотрится. Там подсветка. Веревочный парк весь разрушен. Скамейки где-то там уже у нас отломаны. Хотя обратили внимание, что скамейки достаточно необычной формы и интересные. Детская площадка вся изрисована, исписана. Та же самая карусель. Неоднократное обращение к жителям о том, что ее не надо крутить, потому что она работает от механизма. Она электрическая. Но даже я, проходя, делал замечание, но в ответ услышал только негатив. Очевидно же, что она непригодна к использованию. Зачем катать там детишек? Я не очень понимаю. Можно и банально повредить. И еще тоже один момент был, что пруд, который мы обустраиваем, подрядчик в недоумении, потому что ведутся работы, а жители, бывают те материалы, которые находятся на этой стройке, они либо их воруют, либо они что-то с ними делают, ломают. Я считаю, это просто недопустимо. То есть мы прилагаем усилия определенные. Мы хотим, чтобы всем было комфортно и красиво, и в то же время жители намерены. Я понимаю, что это единичные какие-то случаи. Но тем не менее, это, в общем, наверное, характеризует нас с не очень хорошей стороны, потому что подрядчики работают с разных городов. И, естественно, они могут сравнивать, что происходит там, откуда они приехали, и что происходит у нас. Они, честно говоря, в полном недоумении. Поэтому еще раз обращаюсь к жителям, к родителям, к бабушкам, к дедушкам, которые гуляют с внуками, и чтобы все-таки бережнее относились к той красоте, которую мы делаем в нашем городе. И рассказывали об этом детям, внукам. Учили их этому бережному отношению к окружающему миру, к той красоте, которая достаточно хрупкая, но, тем не менее, необходимо ее сохранить. Спасибо вам. Мы идем далее.